Этот памятник Марису Лепи у Рижского театра оперы и балета вызвал бурные споры. Кто-то считал, что это плевок в вечность, что это не скульптура, а этюд первокурсника, что этот пятиметровый шедевр из листовой стали не трагикомедия, а фарс, да и жесть не четырехмиллиметровая, а двух автомобильная. Лицо танцевщика непроработанное, какой-то тупоконечник, и странная тень лужица внизу на сером гранитном постаменте. Кто-то на открытии памятника ворчал, ни пропорции, ни знания анатомии, обыкновенная студенческая работа. Но памятник притягивает взоры. Особенно неплохо смотрится на фоне плавучего фонтана городского канала. Артист балета запечатлен в позе атитюд. Это одна из основных пост в классическом танце. Кстати, вы можете так, стоя на одной ноге, удержать равновесие, а повернуться вокруг своей оси. Когда я смотрю на этот памятник, я вижу просто танцевщика, но ни в коем случае не Мариса Лепу. Ведь знаменитый прыжок красы из балета Качатуряна «Спартак» знают во всем мире. Марис Лепа даже в статичных позах напряжен. Его неповторимая энергетика и сила, рельеф мышц, экспрессия, никак не соответствуют этому образу. Здесь не артист Большого театра, а студент хореографического училища. И может даже не отличник, а двоечник. Вот такая спорная работа профессоров Эстонской академии художеств. Памятник установлен на театру оперы и балета в 2013 году. В честь 150-летия здания, где маленький Марис исполнял по-де-труа во втором действии балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Марис Лепа был действительно великим артистом. Он и в кино успешно снимался. Потрясающе играл царя-императора в фильме «Лермонтов». Запомнился в эпизоде последнего фильма из серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 20-й век начинается». Успел сняться в фильме «Бэмби» с дочкой Илзе. А в фильме «Четвертый» познакомился с Владимиром Высоцким. Последним его фильмом стала «Дорога в ад», в котором Лепа играл какого-то наркобарона. Поистине, Марис Лепа – это самый знаменитый латыш 20-го века во всем мире. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok